Ребята, всем привет! С вами Ксюша. Уже середина декабря, а я до сих пор не поставила елку, не украсила квартиру к Новому году, не украсила свою комнату. Но я купила себе кровать, поменяла диван на кровать. Все эти видео должны были уже посмотреть. Ссылочка в описании, если до сих пор не видели. Вот. А также, наконец-то, родители без меня заказали мне тумбочку для кровати. Я хотела себе тумбочку, чтобы складывать туда разные зарядки, телефонную зарядку туда ставить, светильничек, крема, туда-сюда. В общем, все самое нужное, чтобы было под рукой. Совсем скоро эта тумбочка мне придет. Я хочу поставить ее именно здесь, с этой стороны. Ребята, медведя придавила! Насчет шкафа я, честно говоря, еще не знаю. Вроде бы он и так хорошо смотрится, но я бы сюда поставила косметический столик, потому что там есть розетка. И это было бы, ну, прикольно обновить что-то в комнате. А куда ставить шкаф, я как бы не знаю. Смотрите, это новая постельная. Как вам оцениваем такой цвет? Прям приятно. Мне очень нравится. Просто чуть-чуть потемнее на тон или два, и мне прям нравится, как это смотрится. Fashion! Блед я еще не доставала, мы это сделаем вместе с вами, но я хочу еще открыть кровать и показать вам, что тут происходит. Опа! Тут можно в прятки играть. Так, обувь разложила по пакетикам, чтобы все было видно. Вот здесь туфли в основном, вот там ugly shoes. Здесь кроссовочки, можно увидеть. Опа! Вау! Я считаю, что это очень удобно. Нужно купить еще парочку таких коробов, и вообще будет замечательно. Итак, как вам идея, ребята? Я потом хочу сделать фотографии, как у меня вот здесь лежит, знаете, типа куча вкусняшек, куча еды, там, чипсов и так далее. Или косметика вот так, зайдите, делать фотографии в Pinterest. А-а-а! Сеня боится такого. Страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое, ребята. Ногти должны остаться целыми. Короче, вот такая прикольная кровать, прикольная постельная. Там внутри вообще целый мир, там можно жить. Достаем плед. Ну, сейчас будем все украшать. Это я прям люблю. В прошлый раз мы квартиру украшали 1 декабря. Сейчас середина декабря, до сих пор ничего не украсили, и это все из-за тубы. Супер! Мы из-за того, что еще времени нет. Так, вот такой плед. По сравнению с этим бельем, кажется каким-то желтоватым. Ну, он, конечно, нежненький такой прям, ну, приятный очень. Просто вот этот прям кремовый, такой более в розовый уходит, а этот не уходит в розовый. Поэтому, кажется, что он как будто зеленоватого оттенка. Он похож на сквиш просто. Посмотрите, какой он мягкий. О, он похож на мобинал. Медведь, давай отсюда уходи. Давайте красиво заправим. И через одно место вытащим подушки. Так, я предлагаю вот эти подушечки убрать, потому что они не подходят по цвету. У меня других нет, поэтому положим вот эти. Можем сделать вот так. И вот эти подушечки вот так. Ну, как вариант, я не знаю, как еще можно делать. Тут медведя посади. Нет, у вас подушки сюда нет. Ребята, пишем идеи, как складывать эти подушечки. Так, подушечки закидываем вот сюда. Потому что там они не смотрятся. Ребят, короче, я решила, что три вот этих меховых подушечки будет достаточно. Мне нравится, как получилось. Мне очень нравится этот плед. Если этот плед испачкать, то он не войдет в машинку стиральную. Его отдавать только в химчистку. Продолжаем готовиться к Новому году. Я еще хочу сегодня прицепить светодиодную ленту на кровать. Это будет вообще песня. Хочу украсить всю квартиру, ну и мою комнату в том числе. А еще уже самое время начинать присматривать какие-нибудь подарочки. Разумеется, хочется это сделать с максимальной выгодой. Во многих магазинах сейчас проходят акции и скидки. Но это еще не максимальные выгоды. Сейчас можно сэкономить еще больше, участвуя в кэшбэк-фесте от Тинькофф. С 14 по 24 декабря Тинькофф выкручивает кэшбэк до 40% и дарит гарантированные призы. Расскажу вам, как это работает. Вы делаете покупки со скидкой в магазинах-партнерах кэшбэк-феста карты Тинькофф. И в дополнение к скидке вы получаете еще и кэшбэк. В итоге, если скидка была, например, 10%, с участием в кэшбэк-фесте выгода может дойти до 50%. Купили одежду со скидкой 20% и у партнеров кэшбэк-феста увеличили выгоду до 35%. Закупились косметикой со скидкой 10% и получили выгоду до 40%. И никто не помешает вам просуммировать выгоду. Набор предложений у всех разный. Посмотрите, что попалось вам. Это еще не все. За покупку у партнеров феста от 15 тысяч рублей вы становитесь обладателем одного из гарантированных призов. 500 тысяч рублей. 100% кэшбэк на айфон. 1 месяц разговорного клуба в Skyeng. 12% на отеле в Тинькофф путешествиях на любую сумму. Повышенный кэшбэк на следующий месяц по всем партнерам из раздела кэшбэк. И бонусы мобильного приложения Тинькофф и многое другое. Призы распределяются между всеми участниками с покупками от 15 тысяч рублей. Как участвовать в кэшбэк фесте? Если у вас есть карта Тинькофф, то у вас есть все необходимое, а если нет, то самое время ее оформить. Переходите по ссылке, оформляйте карту Тинькофф сейчас и участвуйте в кэшбэк фесте. Ссылка в описании. Не упустите возможность порадовать себя и своих близких перед праздником. Это просто, выгодно и удобно. Ну что, ребята, мы продолжаем так много дел. Честно говоря, я не знаю, за что хвататься. Мне нужно и в духах убраться, и в канцелярии, и в новогодние вечера ставить, и в косметике. О, боже мой. Дорогой дневник, мне не передать тупой, который я испытала сегодня. Я до сих пор не знаю, как поставить мебель в моей комнате. Я посмотрела видео, как у меня все стояло в прошлом году. В общем, здесь у меня был диван, здесь был шкаф. Здесь были вот эти два стеллажа с духами, тут был телевизор, тут был столик, а тут была елка, такой новогодний уголок. И я думаю, сейчас сделать так же. Была еще идея поставить шкаф вот сюда, сюда поставить елку, столик поставить сюда, за место шифонера телевизор поставить сюда. Вот, и кстати, в итоге я решила, что однозначно вот этот шкаф с канцелярией мы разбираем. То есть канцелярии здесь не будет, по крайней мере, пока елка стоит. Потом, как закончатся новогодние каникулы, снова соберу этот стеллаж и поставлю сюда канцелярию. Такие дела. В принципе, у меня сейчас тут ничего нужного нету, но учебники, разумеется, я могу положить вот сюда, куда-нибудь тут можно прибраться, ну, точнее, нужно прибраться. Я ставлю какой-нибудь один контейнер с канцелярией, в который положу все самое нужное. Либо пенал просто соберу. В итоге шкаф остается здесь, телевизор отправляется вот сюда, эти два стеллажа тут остаются, тут остается столик косметический, и сюда отправляется елка. Если вдруг у меня появится желание, ну, как бы есть еще такая идейка, один из стеллажей поставить вот сюда, если место останется, тогда будет прикольно, если будет круто смотреться. Если не будет смотреться, значит оставим два стеллажа рядом. Первое, что мы делаем, мы вытаскиваем все отсюда, нужно все аккуратненько сложить. У меня, кстати, есть контейнеры для новогодних украшений. Он как раз свободный, можем сложить все туда. Боже мой, я даже не знаю, за что браться, честно говоря, тут такой сагач. Но нужно, во-первых, как бы маркеры вот эти все разложить, да, вот отсюда, потому что мне это не надо. Короче, ну, посмотрите, как я тут все убираю. Это все лежало вот здесь, а сюда я сложила какие-то непонятные прописки. А, не учебники, которые мы положим сейчас вот сюда. Кстати, смотрите, что я сделала. Я сдвинула кровать и сюда положила гирлянду. И уже прикольно смотрится. Хотя у меня еще есть светодиодная подсветка. После того, как все переставлю, протеклю на кровать снизу. И вообще будет красота. Так, я продолжаю убирать канцелярию. Я думаю, что это не особо интересно, поэтому это все я ускорю. Потом просто, как бы, посмотрите результат. Как тут уже все чистенько. Фу, какая! Четыре хотела поставить, потом взяла тройку поставила. Хеллоу, ребята! Я уже вытащила свои учебники. У меня тут двоечки. Замечательные. Далее, вот это, в принципе, мы уже можем все убирать. Тут я все разложила. Ставим это все на пол. Такие дела. Вот это, по-моему, тоже уже готово. Вот сюда. Вот это я оставляю. Ребята, пишем в комментариях, кто тоже любит всякие перестановочки, уборочки, расхлабляшки. Это прикольно. Поменять атмосферу, так сказать. Так, вот еще ручки. Зачем так много ручек? Мы с мамой просто обожаем перестановочки. А папа недоволен, что ему вечно нужно что-то собирать, что-то переставлять, что-то передвигать. Вот так вот. А, ребята, я же еще хочу расхламить духи. Ну, пока что на время я их уберу. Если они мне не понадобятся, то я их расхламлю. В общем, вот они. Это только начало. Я еще не все просмотрела. Мне просто эти запахи либо надоели, либо я ими просто вообще не пшикаюсь. Сразу расхламлять это все жалко, потому что я долго собирала эту коллекцию. Вот. У меня есть, конечно, любимчики по типу вот этих. Им чуть-чуть побольше года. И как бы и уже вот. Вот этим меньше полугода. Давайте я вам в коже свет любимым. Можно, пожалуйста? Это я обожаю. Моя любимая тема, ребят. Короче, смотрите. Вот это прям лучшие ванильные. Это прям я всем советую ставлю лайк. Однозначно. Вот эти вкусненькие. Но на самом деле они мне сейчас поднадолели. Они слишком приторные. Ну, короче, это любимые духи мамы. Далее. Вот эти духи я тоже очень люблю. Но из-за того, что было лето, я ими не пользовалась. Молее воздушные. Это я вам это советую. Это прям я обожаю. Этому аромату полтора года потратила я вот столько. И вот этот аромат у меня уже вообще заканчивается там. Практически нули. Его нужно купить, кстати. Это мои любимчики. Прям такие вообще. Ну, блин, вот эти я тоже люблю. Но не так сильно, как вот эти. Эти прям любовь. Вот эти зимой, как круто. Вот эти. А мы продолжаем освобождать стеллаж. Ребята, значит, это то, что я тут уже успела разобрать. Шкафчик пустой. Посмотрите, кстати, на него. Нашла я, значит, новогоднюю открыточку. Открываешь. А здесь шоколадка. И срок годности написано. До первого месяца 23-го года. Чококет называется. Ну, такая вот красота была бы. Открываешь. Тут типа шоколадка. Но да. Сейчас, если она не протухшая, я в шоке. Пахнет пальмовым маслом. У меня осталось безумно много открыток с того года. Потому что я на Новый год сломала ногу. То есть я в школу не ходила. И как бы, собственно, друзьям не дарила ничего новогоднего. Вау. Какая эстетика. Смотрите, на телевизор я положила новогодние вещи. Его нам нужно сейчас передвинуть вот туда. Но первым делом нужно убрать его в стеллаж. Давайте его пока что уберем вот сюда. Кстати. Оно там стоять точно не будет. Но это вот на время, пока мы все переставляем. А потом мы это унесем. Вот так вот я. Но она тут не будет стоять. Не будет. Хорошо, но не будет. И нехорошо, кстати. Мне не нравится. Вносим эти бочечки. Ах, какие тяжелые. Не надо мне тут back to school устраивать. Так. Мне нужен пылесос. Вот этот. Этот момент я не снимала. Но телевизор я двигала практически сама. Получилось все так же, как в том году. Осталось теперь подвинуть телевизор немного подальше. Чтобы вот тут вот красивенько было. Потом сюда поставить новогодние штучки. Тут все протереть. В общем, все сделать по красоте. Канцелярия, которая мне нужна, я положу вот сюда. Будет вообще идеально. Поэтому я предлагаю сейчас разобраться сначала с телевизором. То есть вот тут все протереть, подвинуть. И положить нужные вещи. Ребята, уже заканчивается вторая неделя декабря. Супер. А я так и не поставила свечку номер один и свечку номер два. Так, теперь я хочу поставить сюда свечку-елочку. Вот эту. Красота. Теперь мне нужна колонка. Ее мы поставим вот с этой стороны за телевизор. Вот так. Она у меня тут всегда стоит. Короче, сейчас сюда уберу тетради, учебники и канцелярию, которая мне нужна. И покажу, как все получилось. Так, вот это я еще раз хламляю. Это нам уже не надо. Поигрались, хватит. Все, достаточно. Но остальное ладно, оставим. Тут нужно теперь все красивенько убрать. Так, все, Ксения уже погнала расставлять. Где-то тут стоит. Ну, пыли у меня тут вроде как нет. Я тут недавно все убирала. Но хотя... Ну, блин, мне так лень. Так, тут, в принципе, все чистенько. Вот так вот сейчас мы поставим. Вот так. Это сюда. Это вот сюда. А тут нужно салфеточку. Так, ну, эти духи я сейчас все уберу и поставлю не заново. Потому что коричек уменьшилось. И как бы поставить их нужно по-другому. А пыль тут как бы нормально, поэтому... Сейчас переставим все. Я тут еще подумала из Виктории Сикрет кое-что расформить, ребят. Потому что есть те мисты, которые... Ну, прям вот запах мне вообще не нравится. Он прям душный. Надеюсь, я вас не сильно шокировала этим. Потому что я долго собирала. Долго отказывалась это все расслаблять. А тут бац, и резко Ксению накрыла. У меня ногти шебуршат. Так, погнали. Первый ставим Gucci Rage. Второй, я даже не знаю, какая-то фирма. Туфелька от... Не знаю, что это фирма. А все стоит. Далее Montal. Это вкуснятина. Прям этим надо пользоваться. Что-то я забыла про них. В Москве на Bubblegum. Это вторая упаковка. Далее Gucci Flora. Очень душный аромат. Что-то как-то мне не нравится. Ну, пусть еще стоит. Ладно, окей. Так и будет. О, вот этот вкусненький. Dolce & Gabbana. С ванилькой. Он прям такой вкусненький. Тут цветочки ванилька. Прям ля-ля-ля. Валентина. Это прям хорошо. Это прям мне нравится. Это любовь. Далее Prada с конфетками. Он вообще не стойкий, но вкусненький. Виктория Сикрет с ягодками. Именно духи и мист. Гуглер, по-моему, читается. Не помню. Но, короче, оно. Ставим это сюда. А с этой стороны тут вообще пустенько. Поставим две миниатюрочки. Вот еще Toys. Ну, мы это не расхламляем. Это прикольный порфил. Его поставим вот сюда. А вот этот от Lush мне дарили на Новый год. Прошлый. Я им практически не пользовалась. Поставим его вот сюда. Я даже не помню, как он пахнет. Ой, душ не очень. Кстати, похож чем-то на этот, но этот с цитрусом. Вот это пшикалка с блестками. Это мне не надо. Это мы уже сто лет расхламляем. Это дневники вампира. Ммм, блин, ну это ностальгия. Это вот запах, как вот я ногу сломала. Далее мистик вот такой от MIA. Не знаю, куда его поставить. Ванну можно его, кстати, поставить, как вариант. Он там вот должен стоять. Далее мугли. Ну, блин, так он вкусно пахнет. Но почему-то в Академии он просто был запах жуков. И вот этими мистами я буду пшикаться потом, когда мне трубочка появится. Вот этот аромат просто, просто минит слов. Он такой прям обволакивающий. Блин, очень крутой. Так, давайте пыль протираем и ставим сюда мисты. Раз, два и вот так вот три. Так, теперь вот эти все протираем. Эти я не расхламляю, они очень вкусные. Тут ванилька, кокосик, ваниль, абрикос, табак и ром. Это ваниль с кокосом, это ваниль банан. Вот ваниль банан очень вкусный. Это ванилька. Вот это кокосик. Далее новые, достаточно ароматы. Очень вкусные. Далее Victoria's Secret. Скандал, очень интересный аромат. Маленькая Versace. Вот эта мне нравится голубенькая. А вот синяя, которую я расхламляю, она пока что убирает. Мне она вообще не нравится. Эти заканчиваете нужно потратить. Мне жалко расхламлять, потому что как бы можно потратить. Смотрите. Это вареная сгущенка. И лимонная цедра. Его я ненавижу. Сюда положим. Вот. Единственный аромат от этой фирмы, которую я ненавижу. Я вообще не могу терпеть. Цитрусовый аромат я вообще не переношу. Так, ну что. И составляем. Раз. Молоко. Пять. Шесть. Теперь ставим вот так вот. Так вот. Так вот. Извиняюсь. Теперь вот так вот. Как обычно, ребят. Ничего нового. Все это расставляем по 10 раз. И ставим обратно. Опа. 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 И последний штрих. Это Виктория Секрет. Я его расхламлю. У меня нет такого миста. Я ромачу-то мне не очень тоже зашел. Вот его я расхламляю. Из мистов расхламляю вот этот. Очень душный. Ну, лично для меня. Вот. Ну, короче, мне не нравится. Я им шикаюсь. Мне некомфортно. Вот. Далее. Вот этот я люблю. Этот я тоже люблю. Люблю. Непонятный. Пусть он будет. Ладно. Остальные пока оставим. Вот этот очень круто смешим с шоколадом. Почему? У меня такая реакция бурная сразу пошла. Молочко, которое я хочу расхламить. И расхламляем вот этот аромат. И вот эти клеи. Типа он с лилиями. У меня, во-первых, на лилию оказывается аллергия. Ну, как на цветок сам. А на молочко я не заметила аллергии. Но все равно мне запах не нравится. Запах лилии очень странный. А вот это мы оставим. Опа и опа. Мне что-то в глаз попало. Столик мы немного передвинули. Сюда поставили массажер для ног. Это еще не конечное его, так сказать, место расположения. Но пусть пока стоит здесь. Далее, что я предлагаю. Я принесла еще новогоднее украшение, которое сейчас я поставлю вот сюда. Хочу разложить сюда мандарины. Это очень круто. Мандарины свечи. Поэтому, как бы, да. Такие мандаринки. Вот это, наоборот, надо снять. Так, ну что, ребята. У меня тут самое сложное задание. Снять с каждого фитилечка. Тут атикеточку. Я тут раньше сижу снимаю. А еще мне некоторые мандаринки не нравятся, как выглядят. Потому что, типа, вот. Что за подставка, извиняюсь? В общем, кто не знает, где купить такие прикольные свечи мандаринок, ребят. Я вам оставлю ссылочку на видео, где я покупала вот эти новогодние вещички. Вот. Смотрите. Мы купили тогда с мамы, если не ошибаюсь, три пакета. Это вообще-то хорошо. Там прям прикольные вещички были. Короче, смотрите. Зажигать мы их не будем. Это все для декорации. Это все для красоты. Так, погнали. Берем, ну, четыре мандаринки и кладем их просто везде. Вот так вот. Раз, типа. Два. Вниз. Четыре. Вот сюда. Так вот. Раз. По центру. Ой, прикольно. Так веселенько. А вот то, что осталось, я разложу просто по квартире. Еще у меня на столике тут есть всякие разные. Полочки вот сюда мандаринку поставим. Вот сюда мандаринку поставим. Обязательно. Что-то олени без мандаринки. А это на кухне вот ничего. Если кто-то перепутает, ну, как бы, извиняйтесь. Кстати, у меня есть вот такая лампа. Звездочка. Пока я не хочу ее собирать. Тем более, я не знаю, куда ее повесить. Поэтому пока что без нее. Да. Так, цветочки я убирать не буду. Они у меня стоят с апреля. Это гипсофилы. У меня сначала не была аллергия. Потому что у них такой запах медового. Налили у меня аллергии на гипсофилы. Вот. Но потом, когда они стали такими сухоцветами, у меня аллергия пропала. И они все это время стояли у меня в комнате. Сейчас декабрь, а они у меня с тех пор живы. Их я поставлю вот туда же, где они еще это время и стояли. Вот тут. Супер. Мне тут очень нравится. Лак для волос у меня всегда стоит здесь. Это пшикалка для волос. Значит, по-моему, стоило стоит здесь. Все будет стоять под рукой, как и раньше. Вот так. Опа. Не надо. Вот тут календарь. Я календарь перевернусь на 13 декабря. Так, понятно. И бурж-халифус поставил. Готово. Оленя без рог, без рогов, без рог убираем. Все, оно нам не нужен. У него дырка будет в голове теперь. Офигеть. Возможно, папа приклеит, но как бы он мне уже и не нравится. Да. Такой вот был красавчик. Так, дальше что делаем? Интересный вопрос. У меня есть свечи. Я предлагаю их сейчас куда-нибудь поставить. На столик, кстати, будет неплохо. Только главное не все три. Может, какую-то одну поставить на тумбочку, которая ко мне скоро придет. Давайте эту средненькую поставим на тумбочку. Это все забронировано. Одну можно поставить как-нибудь вот так, а вот так. Ну, нет, тут не очень не смотрит. Ну, этот стол у меня обычно отключен, я его не включаю. Думаете, что это такое? Нет, не нравится. Давайте, может, как-нибудь тогда вот это мы уберем. Можно еще около елки поставить, когда она будет у нас собрана. Как вариант. Будет неплохо. Вот так хорошо. О! Ксения, голова. Все, мне все нравится. Далее, что мы делаем? Я предлагаю наверх что-нибудь еще поставить. Допустим, какие-нибудь вот игрушечки. Ребята, я не помню, кто что покупал. Это мамина игрушка или моя? Пишем в комментариях, если помните. Если что, скажите, мы поменяем. Пусть ножки так слесают. Видите, что это что такое? О, это мальчик только по химии. О, это в рамочку. Так, ну, по-моему, тут девчон брала, да? Нигирь точно мамин. И вот этот гном тоже точно мамин. Опа. Это точно помню. Далее, сова. Сова моя. Ой, вот такая свечка есть еще. Это для кухни. А, или... Ну, короче, для чего-то. Валюшу, не помню. Далее, гирляндочка для фотографий. Нужно будет ее куда-нибудь повесить. Это же круто. Далее, то что? Это свечка, которую я поставлю, скорее всего, на стол. Пахнет вкусненько. О, как вкусно пахнет. Далее еще один олень. Ой. Такой вот красивый оленьенок. Сама показала уже. Далее колпачки. Колпаки. Ну, колпачки, в общем. Потом сердечко. Не помню, куда я его хотела повесить. Кстати, может, на дверь. Еще есть разное. Нет, нельзя падать. Как так-то? Нельзя падать. Далее, вот такая красота. Это на кухню. Это я помню. Так, это для свечечки. Вот еще для свечечки. Сюда можно прилепить ее обратно. Но это легко делается на сочетании. Так. Еще одна девочка. Ее ноги завернула. Я не помню, как она взяла, как у мамы. Далее, вот такие бубинки. Это вот, как его? Пингвини. Мама брала. Вот с такой дном. Тоже, по-моему, мамы. Или нет? Еще одно сердечко. И такие бучки. Это я под елочку положу. А я хочу тут в олене туда поставить. Олень там прям неплохо будет смотреться, мне кажется. Вот так вот. Да? Только он падать будет. Блин, что делать с ним? Бежевая, когда остается у меня, серая остается на кухню. Потому что вот для кухни как раз-таки бежевая вообще не идет. Туда нужно серая. Где еще бежевая? Ну вот сова есть. Сова все. А, бежевая точная. Да, все правильно. Как-нибудь может сюда посадить и посадить вдвоем сидят, да? Или вот сюда саму. Вот эту сюда. Опа. Получилось. Да, все вышло. Так, расчесываем. Опа. Вот это красота вообще. Ребята, перестановок больше не будет. Сейчас я быстренько это все уберу. Ну, потому что мне еще как бы сегодня спать. Нужно завтра в школу вставать. Если вы ждете продолжения уборки, то обязательно ставим лайк и пишем комментарии свои идеи. Как еще тут что поставить? Мы не сделали подсветку под кровать. Ну, блин. Просто на все нужно время. Я не успеваю, ребят. Поэтому это все будет в следующей серии. И подсветка, и елка, и тумбочка. И дальше новогодние украшения. Боже мой. А на этом, ребята, всем пока оставим лайки. Подписываемся на канал. Пока.